Доброго времени суток! С вами Данил Добро. Я начинающий видеоблогер. Помогаю вам разобраться с работой за ПК. Я с детства изучаю компьютер, но активно изучаю примерно 5 лет. В этом видео я расскажу вам о здоровье и работе за компьютером. Многие слышали про наносимый компьютером бред для здоровья. В первую очередь портится зрение и осанка. Придется отказаться от современных девайсов. В пользу здоровья? Нет. Делать мы так, конечно же, не будем. Решаем проблему зрения. Нужно периодически давать отдыхать глазам. Раз в час. А лучше чаще. Также можно сделать гимнастику для глаз. Это позволит даже улучшить зрение. Я рекомендую делать этот комплекс упражнений каждый день. Я это делаю по утрам. Думаю, вы согласитесь, что глаза – наиважнейший из органов человека. Здоровье глаз необходимо для полноценной, насыщенной, счастливой жизни. Поэтому очень важно постоянно заботиться о нашем зрительном аппарате. И постоянно тренировать его. Ежедневно, сразу после пробуждения, и в случаях, когда глаза переутомились, особенно при чувстве жжения, так называемого, песка в глазах, я делаю четыре простых, но действенных упражнения. Весь комплекс занимает пару минут. И так, сразу после пробуждения, еще не открыв глаза, я делаю первое упражнение. Первое. Глаза закрыты. Делаем пять вращений глазными яблоками в одну сторону и пять в другую. Затем, также с закрытыми глазами, поворачиваем глаза в стороны, влево-вправо, вверх-вниз. Тоже пять раз. И, наконец, пять раз прорисовываем глазами символ бесконечности. Это вот такая вот петля. Второе. Второе упражнение – это полный повтор первого, но с открытыми глазами. Третье. Выберите какой-либо объект в нескольких метрах от вас. Теперь вам нужно поочередно десять раз выполнить фокусировку глаз на кончике носа, а затем на дальнем объекте. Четвертое. В течение двадцати секунд быстро боргайте. В самом конце закройте глаза с напряжением секунды на две, а потом открывайте. Данное упражнение я взял из книги «Код Феникса». Как изменить свою жизнь за три месяца. Автор Сергей Олегович Бородин. Также про монитор многие советуют выбирать с IPS-матрицей. Так что, если вы собираетесь выбирать монитор, то выбирайте IPS-матрица. Это наиболее дешевая, менее вредная для нас матрица. А теперь об осанке. Тут помогут легкие физические упражнения. Это позволит отвлечься от работы, а потом вернуться за нее с новыми силами. Также желательно выполнять по утрам зарядку для поддержания физической формы. Это позволит не только проснуться, но и настроиться на другие важные дела. Во время физической активности вырабатываются гормоны, в том числе положительно влияющие на настроение. К этому комплексу можно добавить еще простую дыхательную практику. В течение нескольких минут фокусируйте внимание на дыхании. Сделайте дыхание плавным и глубоким. Да и вдобавок, дыхательная практика – это очень близко к медитативным практикам, что тоже очень полезно. И еще я не рекомендую вам какие-то конкретные упражнения. Вы можете сами их найти в интернете. Выбрать сами, что вы хотите делать. И постепенно, если вы раньше ничего не делали утром, постепенно, потихоньку начинайте что-то делать. Не надо брать сразу огромное количество упражнений. Лучше взять какую-нибудь простую. Но зато это постоянно делать. Каждый день. Это будет намного эффективнее, чем сразу взять много и потом забросить. Еще несколько рекомендаций. Пейте больше воды. Я пью каждый день по утрам воду. Где-то стакан или полстакана. В зависимости от того, сколько хочется. Но не нужно пить литрами, как некоторые рекомендуют. По крайней мере, в большинстве случаев я не вижу в этом смысла. Также здоровый сон. 6-8 часов. Вот таблица, можете посмотреть. Как вам нужно спать. Это один из важных пунктов, особенно для детей и подростков. Из-за перенебрежения сном ухудшается память, внимание, иммунитет и общее состояние человека. Следует понимать, что сон больше 10 часов тоже вреден. То есть слишком длительный сон тоже вреден. В зависимости от того, конечно, если вы спите плохо, то может быть все нормально. Но если вы спите плохо и 10 часов, предположим, больше, чем надо, то это тоже не очень хорошо. Лучше спать меньше, но за то, чтобы сон был качественным. То есть нужно постоянно ложиться в одно и то же примерно время, вставать в одно и то же примерно время. То есть регулярность должна быть. Отсыпаться в выходные дни – это совершенно не вариант. Лучше ложиться спать пораньше. Также следует понимать, что нарушение правил сна способствует развитию бессонницы, нарушение качества сна и вообще ухудшение жизни в целом. Между прочим, люди иногда из-за такого пренебрежения сна умирают. Тоже немножко должно быть грустно, что такое все-таки происходит. Хотя вот это явно каждый изменить в силах. В своем графике следует, наверное, упомянуть здоровое питание. Тоже позволит повысить вашу продуктивность. Но тут я не буду давать конкретных рекомендаций. Я не диетолог. И я считаю, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Ну а на этом у меня все. Следите за своим здоровьем. От этого напрямую зависит качество вашей жизни. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки. Если вы узнали что-то полезное, тогда больше людей узнает об этом видео. А свои отзывы и комментарии можно оставить в соцсетях канала. Все указано в ссылках. И для тех, кто не сидит в соцсетях, я создал анонимный чат. Жду ваших лайков. До встречи в следующих видео.